Кроме производства металла, энергии, автомобилей и машиностроения, Запорожская область планирует активно развивать и виноделие. А опыт в этом вопросе регион будет перенимать у Грузии. Об этом шла речь на встрече областной власти с грузинскими дипломатами во главе с чрезвычайным и полномочным послом. Также обсуждались перспективы строительства в Запорожье грузинской церкви и развития взаимовыгодного сотрудничества. Подробности знает Наталья Зайченко. Сегодняшняя встреча областной власти с грузинскими дипломатами началась нетрадиционно. Жительница Запорожья Екатерина Микеладзе приветствовала гостей украинской песней. В нашей области грузинская диаспора – одна из самых активных. В регионе есть культурный центр и воскресная школа. Всего в области проживает около 4000 грузин. В нашем регионе они чувствуют себя комфортно. Все благодаря поддержке диаспоры со стороны власти, отмечают дипломаты. Сам посол Грузии в нашем городе впервые. Приехал наладить взаимовыгодное сотрудничество. Товарооборот с Запорожской областью действительно невелик, говорит Александр Пеклушенко. Наш регион, по его словам, является интересным и перспективным для инвесторов. Запорожская область находится в тройке лидеров по производству валового внутреннего продукта. Запорожская область – это Украина в концентрированном выражении. Все, что есть в Украине, есть в Запорожской области. Есть река Днепр, есть Азотское море, есть энергетика, есть горнодобывающая, отрасль, есть металлургия. Мы в этом году являемся вторыми по темпам прироста именно в аграрном секторе. То есть, это область государства. Особенно Грузию сегодня интересует сфера туризма. В текущем году Грузию посетили более 100 тысяч украинцев, а может быть, еще больше. Для этого, говорит посол, необходимо наладить транспортное обеспечение. Дипломат не исключает, что в Запорожье могут появиться и прямые авиарейсы в Грузию. Со Львова мы начинаем в апреле летать, работать с Одессой. Может быть, начнут думать о Запорожье. И я думаю, это интересно будет для вас. В Запорожской области также есть что позаимствовать у Грузии. Например, в вопросах виноделия. Не исключено, что у нас может появиться и такое производство, говорит руководитель региона. Мы не ставим перед собой задачи догнать и перегнать Грузию в этом вопросе. Но открыть первые ростки того, что было здесь в конце 19-го, в начале 20-го века, по производству винограда для вина и производству самого вина, такие настроения и желания у меня есть. Практика показала, что всё, что я ставлю в задачах, оно рано или поздно реализуется. Насчёт вина – это, конечно, кахетия. Вам нужно съездить кахетию, посмотреть, потому что Грузия, вы знаете, это родина вина. Поэтому вы можете, правда, очень много... И Грузия может вам в этом плане помочь, чтобы вы здесь наладили производство виноградной лозы. Также дипломат сообщил о намерении диаспоры построить в Запорожье грузинскую церковь. Предположительно, она будет возведена в Шевченковском районе на улице Бочарова. Руководство региона поддержало идею. Посол заверил, что их церковь станет ещё одним украшением нашего города. Продолжение следует...